Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью» и веду ее сегодня я, Гульнара Сиддикова, и мой собеседник сегодня – начальник пенсионного фонда Гульнара Вильданова. Здравствуйте! Добрый день! Расскажите о деятельности фонда. Пенсионная система – это огромнейшая федеральная система, которая оказывает социально значимые услуги для населения. В основном наша задача – это назначение и выплата пенсии, различных пенсий по старости, по инвалидности, по потере кормильца. Также мы выплачиваем социальные выплаты по уходу за инвалидами, ДЭМа, ЕДВ и другие виды. Наша пенсионная система также занимается материнским семейным капиталом с 2007 года и учет страховых взносов на лицевых счетах граждан. Вот это основные наши задачи и направления деятельности. В нашем управлении работает 21 специалист на сегодняшний день, и управление обслуживает около 14 600 граждан, получающих пенсии на территории Янаульского района. По старости пенсии у нас получают 12 с лишним тысяч пенсионеров, из них полторы тысячи пенсионеров на сегодняшний день работают. Как вы знаете, в 2019 году у нас были основные задачи – это назначение пенсии в новых условиях, в связи с тем, что были внесены изменения в федеральные законодательные акты по поводу повышения возраста наших пенсионеров. Если в этом году у нас 64-го года женщины и 59-го года мужчины должны были выйти по возрасту 55 лет и 60 лет, в этом году они уходят на пенсию у нас на полгода позже. Так вот, в течение полугода мы занимались подготовкой этих пенсионеров для выхода на пенсию, и одна из важнейших работ в этом году у нас было – повышение фиксированного базового размера для тружеников села, которые на сегодняшний день проживают на селе, не работают и являются получателем пенсии. Для них предусмотрено повышение пенсии на 1334 рубля. Так вот, с этой категорией граждан мы очень вплотную поработали до 1 июля, максимально использовав те сведения, которые имелись в пенсионном фонде, для того, чтобы беззаявительно увеличить этот размер пенсии. Также в течение года мы принимали заявления от граждан, которые считают, что они имеют право на эту повышенную фиксированную базовую выплату. Заявления у нас принимаются до 31 декабря текущего года. Если гражданин обратится до 31 декабря текущего года в управление, то мы увеличиваем пенсию на этот размер с 1 января текущего года. Если гражданин в этом году не обратится, а решит обратиться на следующий год, то от него будет принято заявление на перерасчет и выплата будет произведена со следующего месяца после подачи заявления. Сейчас у нас основная задача для пенсионного фонда – отработать с теми гражданами, которые имеют право выхода на пенсию в ближайшие 5 лет. В газете было объявление по поводу того, что пенсионный фонд приглашает женщин, которые родили и воспитали 3-4 детей, потому что в этой категории граждан будет уменьшен возраст выхода на пенсию. Для тех, кто родили 4-х детей на 4 года, а для тех, кто родил 3-х детей на 3 года. Но повышение также будет постепенное. Коснется это граждан 65-го и 66-го года рождения. Они будут выходить, те, кто имеет детей 4-х, 56 лет, те, кто имеет 3-х детей, 57 лет. Для них уменьшается возраст выхода на пенсию. Насколько вообще эта вся система перехода прошла безболезненно, готовы были жители Янаула к этому? В основном пенсионная система работает так, что мы готовим наших пенсионеров заблаговременно к выходу на пенсию за год до выхода на пенсию. То есть тех граждан, которые должны были выйти в первом полугодии 2019 года, мы уже заранее готовили к выходу на пенсию в 2018 году. Но есть те граждане, которые у нас либо теряются, либо не приходят в управление. Мы их вызываем письмами, находим через глав сельских поселений, для того, чтобы отработать и полно учитывать все их права, для того, чтобы было назначено как можно повышенная пенсия. Самое главное направление заблаговременной работы – это как можно более полнее наполнить лицевой счет гражданина. Как вы знаете, до 2001 года у нас работодатели занимались наполнением лицевого счета гражданина. И, как всегда, присутствует человеческий фактор. Не все подходили к этой работе ответственно, либо не совпадают периоды работы с трудовой книжкой, либо не включены все периоды работы в лицевой счет. Поэтому для самого гражданина важно, чтобы он знал, что включено в его лицевой счет. Поэтому я всегда предлагаю всем гражданам один раз в год хотя бы обратиться в пенсионный фонд, для того, чтобы проверить, начисляются ли вам страховые износы работодателям, в каком размере они начисляются, сколько у вас баллов скопилось, на какую пенсию вы можете рассчитывать. И включены ли все периоды работы до 2001 года. Для расчета пенсии берется заработная плата за предыдущие 60 месяцев до 2001 года. Более выгодный вариант, когда гражданин получал хорошую заработную плату. А с 2002 года у нас учитываются только страховые износы на лицевом счете гражданина. Вот эти права очень сильно влияют на размер пенсии. Поэтому желательно позаботиться о ней заранее. И особенно важно это для молодых граждан, которые у нас пока еще не задумываются о пенсии. Надо работать у хорошего работодателя, который платит страховые износы. Я всегда говорю, что работник приходит на работу для того, чтобы заработать, но он не заботится о том, будет ли он получать в дальнейшем пенсию или нет. Если ты работаешь у хорошего работодателя, он начисляет страховые износы. У граждан страховые износы не удерживаются заработные платы. Это не налог. Это начисление на заработную плату. То есть гражданин никоим образом не влияет на сумму страховых износов. Только работодатель. Ответственный работодатель заботится о своих сотрудниках. Вот это самое важное. Надо знать всем. Потому что если гражданин не заработает на пенсию, то он может уйти на пенсию только по новому закону, который был введен с этого года 350 ФЗ. Мамочки, женщины у нас уходят в 65 лет, а мужчины в 70 лет. Поэтому надо задуматься. Максимальное количество стажа требуем на сегодняшний день. Это не на сегодняшний день, а для того, чтобы выйти на пенсию вообще 15 лет. И количество баллов 30. 30 баллов нужно заработать. Эти же условия касаются наших мамочек, которые родили и воспитали троих-четверых детей. У них тоже должно быть обязательно требуемое количество страхового стажа. И 30 баллов для того, чтобы выйти на пенсию срочно. Мало ради детей, надо еще и работать. И так в этом году у нас еще имеют право до срочного выхода на пенсию граждане, которые заработали страхового стажа 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Здесь не включаются периоды ухода за детьми, рождение детей, то есть нахождение в декрете, и периоды учебы, учебы и армия. Только страховой стаж дает право до срочного выхода на пенсию, имеющих длительный страховой стаж 37 лет и 42 года для мужчин. В этом году у нас таких граждан все-таки есть, где-то 7 человек до конца года у нас будет. Они получили право выйти на пенсию ровно в 55 и в 60 лет по-старому. Вот такое право у этих граждан возникло. Еще одно из важнейших направлений пенсионного фонда – это материнский семейный капитал. Это тоже огромная федеральная поддержка, которая дает право нашим мамочкам, которые родили детей второго и последующих детей, либо усыновили детей после 2007 года, на получение материнского семейного капитала. С прошлого года наши мамочки имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты для тех, кто получает мало, либо семейный доход очень мал и ниже прожиточного минимума, они у нас имеют право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского семейного капитала до достижения ребенком полутора лет. В прошлом году у нас подали заявление 4 человека, в этом году уже количество их увеличилось, подали заявление 9 человек. 9 семей у нас уже получают ежемесячные выплаты. Сумма их, всех этих сумм составила более миллиона рублей. А это связывается с тем, что, так скажем, большее количество людям требуется помощь или больше информированности стало у жителей? Мне кажется, и информированность тут действует, да, и люди не хотят ждать достижения ребенком трех лет, использование их для других целей, либо у них уже есть жилье, и они не нуждаются в приобретении жилья, поэтому они подают заявление на получение этой выплаты. В нашем Генаульском районе около 4 тысяч с начала действия программы уже получили сертификаты, и выплаты их составили, использовали уже 3800 граждан, и выплаты составили более миллиарда рублей. То есть вот это инвестиции, наверное, не только в наш район, я думаю, что и по Республике Башкорстан, в Российской Федерации граждане получили право на первоначальный взнос для приобретения жилья, либо выплаты уже на погашение кредитов, которые они получили для приобретения жилья. Это, мне кажется, большая поддержка для населения. А вот общее количество растет тех, кто обращается по поводу материнского капитала, либо не изменяется какая-то примерно стандартная величина? Ну, я думаю, что количество не очень меняется. Родивших второго и третьего ребенка пока такого большого роста нет. К сожалению. Но поддержка эта действует до 31 декабря 2021 года, поэтому право родить и получить материнский семейный капитал у граждан еще есть. То есть они успеют воспользоваться этим правом. А если говорить об обращении граждан, чаще вот с какими вопросами приходят? Чаще обращаются граждане с тем, что пенсия маленькая, учтены ли наши права. Такая категория граждан чаще обращаются. Еще у нас обращаются граждане по поводу оформления по уходу за пожилым человеком или гражданином тем, которые имеют первую группу инвалидности. Как вы знаете, что у нас в государстве принято такое положение о том, что граждане, которые осуществляют уход за пожилыми, граждане, достигшие 80-летнего возраста, и имеющие инвалидность первой группы, первой степени, они имеют право оформиться за гражданином и получить стаж в дальнейшем для того, чтобы использовать эти права потом при выходе на пенсию. Они будут действовать. И за каждый год ухода начисляется 1,8 баллов. Это очень выгодно. Этим правом у нас пользуются очень много граждан. Очень много граждан, оформленных в связи с тем, что у нас пожилого возраста людей старше 80 лет это около 1600 человек только по Иноурскому району. Еще учитывая то, что у нас есть граждане, имеющие первую группу, такое количество людей у нас не работают. Оформлены по уходу за этими гражданами. И получают право на приобретение 1,8 баллов к пенсии за один год ухода. Я говорила по поводу повышения фиксированного базового размера для селян. Там был определенный перечень профессий и должностей, которые имели право на повышение, на получение этой повышенной надбавки. Так вот, наш законодатель в июне месяце внес поправки в список этих должностей. И мы еще поработали с гражданами, которые были не включены в первоначальный список. Для них тоже был произведен перерасчет. Я уже, по-моему, говорила, что у нас 1402 человека получили право на перерасчет. Мы им пересчитали пенсию с 1 января из 5346 человек, проживающих в сельской местности. На сегодняшний день у нас еще запросили список должностей, который не вошел в этот перечень, которые могли бы быть включены. Я думаю, что законодатель пытается еще внести изменения в этот, как мы говорим, сельский стаж. Очень много было жалоб по поводу того, что нам не выплачивают эту выплату. Но там строго написано в законе, человек должен не работать на сегодняшний день, отработать 30 лет в сельской местности и проживать на сегодняшний день в сельской местности. То есть, если пенсионер имеет два права, отработал в сельской местности 30 лет, не работает на сегодняшний день, но проживает в городе, эта выплата ему была не положена. Может быть, в эту сторону законодатель посмотрит, или будут включены еще другие специальности, которые не были включены в этот список. Там у нас экономисты, бухгалтера, заместители председателей колхозов, ну и другие специальности, которые входят в группу ИТР. Я думаю, что если внесут изменения, то пересчитать нам это несложно. Мы к этому готовы. На следующий год у нас планируется индексация. Пока во всех СМИ идет информация о том, что это будет 6,6%, надеюсь, что так она и будет. Нам озвучили, что это выше инфляции, поэтому надеюсь, что будет такая индексация. Индексация у нас проводится с 2017 года только для неработающих пенсионеров. Работающие пенсионеры у нас получают индексацию только после увольнения. Со следующего месяца после увольнения только на четвертый месяц. То есть уволились в октябре, отсчитываем четвертый месяц. В четвертом месяце они получат индексацию за предыдущие три месяца. Доплату получат и индексацию со следующего месяца. Граждане тоже не очень одобряют то, что неработающим не индексируется пенсия. Но если у вас есть работа на сегодняшний день, я всегда так говорю, лучше работать. Индексацию получите после того, как вы уволитесь с работы. Потому что она все равно не такого размера, как заработная плата. Кто-то ведь и может не знать о том, что вот он имеет право, допустим, на изменение своей пенсии. Ну, с 2015 года у нас новый закон, который называется номер 400 ФЗ. По этому закону, размер пенсии, ранее, которые не входили выплаты, они сейчас входят. Это уход за ребенком до полутора лет. Также это служба в армии и уход за пожилым гражданином. Вот эти периоды ранее в расчет пенсии не входили. Сейчас такое право с 2015 года есть. Мы уже в 2017, в 2018 году заявительно пересчитали пенсии для тех, кто хотел бы заменить периоды работы на период по уходу за детьми. И в этом году у нас проходят тематические проверки. Граждане, наверное, заметили тематические проверки. Когда мы видим, что более выгодный вариант есть для замены периодов работы, мы приглашаем граждан, направляем им письма приглашения для того, чтобы они подошли к нам и мы могли им пересчитать пенсию. Пенсия пересчитывается со следующего месяца после подачи заявления. Перерасчет пенсии – это текущая работа или лучше, если человек сам обратится, придет в пенсионный фонд? Ну, это и текущая работа. И если гражданин знает, что у него не вошли периоды работы, например, в детстве он работал в школьный период, в школьные каникулы, либо когда учился в институте, например, в стройотряд они ездили и получали заработную плату, можно попробовать направить запрос в тот район или в ту организацию, которая направляла вас на работу, для того, чтобы узнать, было ли там, начислялась ли там заработная плата, есть ли у вас право включить эти периоды работы для начисления пенсии. Желательно гражданину самому задумываться. Вот когда мы проводим заблаговременную работу, мы с гражданином беседуем, на одному человеку почти уходит целый час, потому что он должен вспомнить, есть ли у него трудовая не одна, а две трудовые книжки. И если у него периоды перерывы, в которых он не работал, возможно, у него есть родственники, за которыми он ухаживал, либо дети-инвалиды в тот период, он и не работал, и не включены они никак в стаж. Надо со специалистами вплотную работать. И желательно подойти к нам в пенсионный фонд тем гражданам, которым еще есть время до выхода на пенсию, ну, где-то в порядка пяти лет. Можно даже так обратиться. Или вы вот вспомнили сегодня, что были периоды, я хочу уточнить лицевой счет, можно к нам подойти, мы сделаем запрос в ту организацию и уточним лицевой счет гражданина. Такое. На следующий год у нас уходят на пенсию с 65-го года рождения и с 60-го года мужчины. У них право возникает через полтора года. То есть в 66 с половиной лет, в 61 с половиной лет уйдут 60-го года рождения мужчины и в 56 с половиной лет уйдут граждане 65-го года рождения женщины. И также у них сохраняется право для досрочного выхода на пенсию. Это с длительным стажем 37 лет и 42 года. Поэтому чем быстрее вы уточните лицевой счет, чем быстрее вы узнаете, что у вас есть, возможно, например, не в 61 год с половиной, а в 61 год возникнет право, там в 42 года набирается те, кто работали длительно. Все равно выгодно. На полгода хотя бы уйти пораньше на пенсию получить дополнительные средства для проживания. В системе пенсионного фонда идет оптимизация. Как вы знаете, везде, как везде, в связи с увеличением пенсионного возраста. Мы тоже оптимизируемся. И у нас теперь экстратериальный метод приема граждан. Любой гражданин, проживающий в Российской Федерации, может обратиться в любое пенсионное управление для того, чтобы получить услугу. То есть назначить пенсию можно человеку, прописанному в Санкт-Петербурге, приехать в ЕНАУ и сказать, что я хочу, чтобы мне назначили здесь. Пожалуйста. Получить материнский семейный капитал. Пожалуйста. Распорядиться капиталом в любом управлении пенсионного фонда. Пенсию пенсионный фонд может назначить и гражданину, проживающему на Луне, если у него есть пенсионные права. Сейчас у нас экстратериальный прием. Любые услуги мы предоставляем любому гражданину Российской Федерации. С нынешнего года пенсионный фонд взамен с зеленой карточки СНИЛС выдает уведомление с номером лицевого счета гражданина. То есть зеленая карточка, которая раньше была пластиковая, она уже не выдается. Но она действует у тех, кто ее имеет. То есть это получается, что молодое поколение... Молодое поколение у нас в электронном виде будет иметь документы, к сожалению. И материнский, семейный капитал у нас тоже. Есть такое право, пожалуйста, может гражданин выбрать электронный сертификат. То есть он подает заявление, можно подать электроны с личного кабинета на сайте госуслуг. Пожалуйста, и выбрать электронный сертификат, мы его выложим, его в личный кабинет. А с личного кабинета он имеет право сам распечатать, показывать, сфотографировать. Вот это и есть документы. Также с НИЛС и электронные услуги наш пенсионный фонд оказывает где-то 88-89% услуги пенсионного фонда предоставляются в электронном виде. У нас работают три окна в клиентской службе. И у нас есть пятое окно, это гостевой компьютер. То есть любой гражданин, если сам не может подать заявление, специалист нашего управления поможет через личный кабинет со своими паролями и логинами подать заявление в пенсионный фонд Российской Федерации. Создаются все условия для граждан. У нас работает информат со справочной системой. И вот три окошка клиентской службы также мы принимаем во всех кабинетах. И я сама лично тоже веду прием граждан по любым вопросам. Двери наши открыты. Пожалуйста, приходите, спрашивайте. Сегодня важно спросить и очень плохо не знать. Потому что спросить не стыдно. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечала начальник пенсионного фонда Гульнара Вильтанова. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова